В эфире «Город С». Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Салтыков-Щедрин еще в 1856 году, когда был в одном небольшом провинциальном городке, написал «Грязные улицы и деревянные тротуары наводили уныние». Ну, наверное, наводят и сегодня. Зато всем уже понятно, что порядок в городе нельзя поддержать лишь силами муниципальных служб. Нужна повсеместная помощь и поддержка, объединение всех. От каждого конкретного человека до крупного промышленного предприятия. Об участии молодежи в благоустройстве города и в других сферах самарской жизни поговорим сегодня с представителями прогрессивной части нашего общества. Это Алексей Сатонин, член Молодежной избирательной комиссии Самарской области. И Карина Ергунева, член Общественного молодежного парламента при Самарской губернской доме. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Прогрессивная часть нашего общества. Мы ждем ваших звонков 202-11-22. Очень интересные звонки нам от молодежи. Чего вы хотите, что вы думаете о теме нашего сегодняшнего разговора. Может быть, есть предложения. Но, конечно, ждем еще и звонков от мам, пап, братьев, сестер и так далее. Итак, вот, Алексей, наверное, я хочу сразу дать вам слово, поскольку Молодежная избирательная комиссия – явление для нашего города, ну, скажем так, новое, да? С этого года она появилась. И чего вдруг? Молодежная избирательная комиссия Самарской области действительно появилась в этом году, сравнительно недавно. С инициативой выступила сама активная молодежь, и при поддержке избирательной комиссии области как бы и была организована и создана. Сразу же возникает вопрос, а зачем она нужна, чем она занимается, об этом я вам сейчас и поведаю. Молодежная избирательная комиссия, в первую очередь, создана для чего? Это совещательный орган. Он создан помогать, конечно, непосредственно избирательной комиссии области повышать электоральную, политическую культуру молодежи, ознакомить ее с избирательным правом. То есть такая вот тонкая нить, вот эта вот связующая между молодежью и избирательным правом. Вот как раз это мы и есть. Вот мне кажется, что второй пункт вашего заявления даже важнее, чем консультативная помощь какая-то избирательной комиссии, потому что, ну, я не знаю, когда равные равным рассказывают, зачем, почему, наверное, это проще воспринимается? Да, действительно. Вот поэтому как бы я и назвал нас таким рычажком, таким связующим звеном между как раз избирательной комиссией области, то есть орган, который непосредственно представляет избирательное право в нашей области, и молодежью. Ну, условно говоря, вы хотите повышать избирательную сознательность молодежи. Да, потому что в наше непростое время молодежь развивается очень прогрессивно, всесторонне. Вот-вот. И помогать им, и направлять, консультировать, даже в первую очередь направлять, просто необходимо. Как раз этим мы и занимаемся. Алексей, на самом деле избирательное право достаточно скучная наука. Можете с Антой поспорить, если не согласны. Как все-таки вот эта инициативная группа, вы сказали, что инициатива прошла именно от вас. Все равно вот что вас подвигло? Действительно, смотри, с какой стороны посмотреть. С одной стороны мы смотрим. Избирательное право, выборы, все это звучит довольно-таки скучно, довольно-таки неинтересно, особенно для молодежи. Но тут я с вами поспорю. Опять же, с какой стороны посмотреть. Потому что, в первую очередь, мы должны думать, а для чего? В чем идея? То есть, для чего выборы? Это, в первую очередь, решается судьба области, судьба района, судьба страны. Вот, что дает выборы. Мы выбираем. Мы выбираем дальнейший путь развития наш. Поэтому это очень важно и придает свой интерес и шарм избирательного права. Поэтому с этим знакомимся. Необходимо. Вы хотите, чтобы не кто-то принимал за вас решения все-таки окончательные, да? Конечно. Сейчас, тем более, все тенденции у нас уже давно идут. И демократические выборы, они везде. Без этого никуда. И молодежь, особенно у нас в области, в Самарской, это один из основных слоев, так скажем, населения. Она массовая у нас как область, она учебная, она студенческая. Она должна принимать, я считаю, участие в выборах. Она должна решать будущее нашей страны, помогать, направлять. Коль скоро вы не так давно образовались. Что за это время интересного было сделано вашим вот этим новым органам? Сразу же мы задумались, что, как у любой организации, у нас должен быть свой символ, своя эмблема. И мы начали проводить конкурс на лучший эскиз эмблемы нашей организации. Было подано свыше 15 заявок. Немного. Немного, да. Но потому что, как говорится, составить эмблему, именно индивидуальную, не похожую ни на что, это очень непросто. Поэтому вот так, я считаю. Было подано свыше 15 заявок. Поступали заявки от студентов разных вузов, как самарских, так и не только самарских. Но потом мы определили победителя. И стала Катерина Моисеева, студентка СГИКа. И 12 апреля, как раз в рамках заседания избирательной комиссии области, прошло торжественное награждение. Победителю был обещан призовый фонд 5000 рублей. И она была награждена почетным сертификатом и денежной суммой. То есть с эмблемой вы определились. С эмблемой, да, мы определились. Сразу же упустили ее в ход. Также мы проводили информационный марафон. Это встреча со студентами, встреча с молодежью разных вузов, как самары, так и вузов области. Кстати, в рамках инфомарафона как раз и проходило голосование на лучшие эскиз эмблемы. В чем же заключался наш инфомарафон? Это была встреча с представителями разных молодежных организаций. Это молодежное правительство, парламент, молодая гвардия, ну и, естественно, представители нашей молодежной избирательной комиссии. Рассказывали мы о молодежных проектах, которые сейчас реализуются в области. Их очень много. Огромное количество, где ребята могут себя реализовать. Вот. Это вот то, что мы уже провели. Теперь, наверное, вопрос, а что у нас планируется в дальнейшем? Нет, ничего подобного, Алексей. Это мы оставим на десерт. Хорошо. А сейчас все-таки хочу задать вопрос Карине. Ну, молодежный парламент гораздо старше, нежели избирательная комиссия Самарской области. Как вам кажется, вот задачи, которые изначально ставились при образовании этого органа, они как-то изменились? Для чего, вот ваше личное мнение, сегодня существует молодежный парламент? Я скажу то, что молодежный парламент даже как-то похож на тем, чем занимается мой партнер, который сидит рядом. Это тоже связующая нить между молодежью и законом. Молодежный парламент занимается законотворчеством, которое направлено на молодежную политику. Также молодежный парламент привлекает саму молодежь, чтобы она занималась законодательством. Ведь, как говорится, мы сами строим свое будущее, и, следовательно, мы можем сами реализовать то, что мы хотим. У нас в молодежном парламенте существует несколько комиссий, и каждая комиссия направлена на определенную сферу. Это и спорт, и гражданская позиция, и добровольчество, которое тоже немаловажно, которое развивается с каждым годом все больше и больше. И я считаю то, что молодежный парламент – это очень важная ячейка в обществе, и именно среди молодежь, которая направляет, и которая даже будет направлять в дальнейшем, и еще, и еще. Карин, в обществе не очень любят чиновников. Считают, что они все время заседают, что-то совещаются, и мало делают. Но здесь есть другой момент. Чиновники, на самом деле, как раз-таки сильно связаны с законодательством, различными актами, и, в общем-то, что есть, то есть. Не боитесь вы превратиться в чиновников, и в конечном итоге мало что решать? Даже если я и стану чиновником, я не боюсь этого, потому что я знаю то, что мои поступки будут бескорыстные, и мои поступки будут, ну, в основном направлены на молодежь. Я просто являюсь членом комиссии по развитию добровольческого движения среди детей и молодежи, и как бы я волонтер, я доброволец, и я думаю, что и в дальнейшем я буду бескорыстно относиться и к политике, и к чиновничеству, и ко всему прочему. Ну, здорово, если вы в этом так уверены. Скажите мне, волонтеры и не волонтеры, лицо вашего города, чистота, благоустройство, находит какой-то отклик в ваших сердцах? Да. Да, однозначно. Тогда давайте мы перейдем все-таки к субботнику, вернее, к месячнику по благоустройству города, который идет сейчас, и прежде всего посмотрим сюжет. Полный зал школьников – ничто иное, как общее собрание перед разнарядкой. Маршрутные листы для очистки фасадов получили 28 средних школ Кировского района. В рамках общегородского месячника по благоустройству стартовала акция «Пожиратели незаконной рекламы». 28 школ, 435 человек, повторюсь. Я считаю, что это огромный такой задел для того, чтобы наш район привести в порядок и показать всем взрослым, какие они все-таки, если расклеивают незаконную рекламу, чтобы им стыдно было. Получив необходимый инвентарь, ребята рассредоточились по территории района. Если за дело браться всем миром, то за полчаса можно привести в порядок внушительный участок. У нас достаточно хороший город с архитектурой, особенно в центре. И то есть ее явно портят реклама, объявления, то есть портят архитектуру, вид города. Поэтому мы это скорее немножко. Совестливые и ответственные старшеклассники уже смотрят на город не как потребители, а как полноценные граждане нашего общества. И не просто готовы помогать благоустраивать родной город, но и исправлять собственные ошибки. Если вы хотите стать участником программы и у вас есть свой собственный способ, как убрать и привести в порядок свой двор, школьную территорию или любую другую, звоните нам по телефону 202-11-22 и мы к вам обязательно приедем. Если у вас есть вопросы и предложения по благоустройству города, по работе в молодежных организациях, звоните к нам тоже 202-11-22. Мы на ваши вопросы здесь в студии будем отвечать. Карин, мы слышали выражение «Ночь пожирателей рекламы». Вот это знакомое такое выражение. Пожиратели незаконные рекламы – это нечто новое. Что это такое? Можете рассказать? «Ночь пожирателей рекламы» – это акция, которая уже проводится не первый год. И люди, которым, как бы сказать, волнуют, как наш город выглядит, то любой желающий выходит на улицу. Это вы не про ночь говорите, а про акцию пожирателей незаконной рекламы. Да, акция, да. И любую несанкционированную рекламу сдирают и выбрасывают в определенное место, конечно же. И я считаю, что эта акция очень полезна и очень мудрая даже это сказать, потому что, как и было сказано, реклама бывает некоторая такая, что действительно портит наш город. И порой этой рекламой завешивают и даже достопримечательности, и порой даже на памятниках вешают порой рекламу. И эти акции просто очень полезны и необходимы. Насколько это организовано? Вы сказали, любой желающий может прийти когда, когда угодно, куда угодно, либо все-таки это как-то идет под каким-то контролем. Я, если честно... Не являетесь непосредственно организатором этой акции? Ну, я знаю, но я думаю, что даже если зайти вот в интернет и ввести «Ночь поджирать рекламу», там вот сайт, куда можно зайти. Любая акция по этому поводу. Одним словом, если у кого-то есть желание присоединиться, то, в общем-то, сейчас все грамотные информацию эту можно найти, да? Если говорить вот именно про рекламу, про сдирание объявлений, существует также и волонтерские движения, существует 20 волонтерских отрядов, я знаю, только в Октябрьском районе. Они собираются в группы, и с председателями от ТОСов они собираются, им выдается инвентарь, и они ходят по определенному участку и сдирают эту рекламу. И закрашивают там даже ненужные символы и все такое. Вот это тоже является такой общественной акцией, и в которой тоже можно легко присоединиться, и в этой акции участвуют как школьники, так и студенты. И при этом, Карин, многим студентам необходимо подрабатывать для того, чтобы помогать и родителям учить их содержать. И, наверное, кто-то подрабатывает вот расклеиванием объявлений, да? Ну, работа-работа, ну, хорошо, пусть расклеивают, мы это исправим. Уже идет противопоставление, да. На самом деле студенты идут работать, расклеивать рекламные вот эти вот объявления, они же не знают, санкционировано это или нет. Они пришли, устроились, пошли клеить, ой, хорошо, за работу, и слава богу. А на самом деле-то в основном вот этот поток рекламный санкционировал. Все, кто попал, захотели, все, клеят. Какие еще проявления? Вот не хочется, честно говоря, повторять эту фразу чисто там, где не сорят, да? Но тем не менее, нам всем неприятно видеть грязь в подъездах, на улицах и так далее. Ну, вот как же получается, что человек, который грязь категорически не любит, сам, тем не менее, ее создает? Ну, тут такой глубокий вопрос, мы, наверное, вместе ответим, Карина, да? Ну, я считаю, что это зависит от человека, в первую очередь от нравственности человека. Туда служат несколько факторов. От воспитания человека, от его мироощущения и от окружающей среды, самой природы. Ведь бывают люди, которым, ну, действительно, все равно, где кинул бумажку, вдруг он ее кинет, и, ай, да ладно, ничего плохого же не случится от одной бумажки. А вот нет, к сожалению, вот появляются проблемы, из-за этого и появляются... Абсолютно согласен, что, в первую очередь, надо начинать с себя, да? Если каждый с себя начнет, тогда у нас и будет во всем порядок, не важно. Наверное, все видели ролик в интернете, где девушка на мотоцикле догоняет машины, из окон которых выброшен мусор, окурки, и бросает им их обратно. Ну, конечно, спорные действия, но, тем не менее, оказываются эффективными очень. Много таких акций, кстати, проводятся, как я вспоминаю, наверное, год-два назад я смотрел. В Москве эти активисты, то есть, когда в выгул идет собак, не санкционировали, надо же убирать со своими домашними питомцами. Ряд активистов брали это в людей, в людей, в людей кидали, как такой. Ну, это же все тоже. Конечно, надо бороться за порядок, но в рамках закона. Ну, видимо, да. Давайте посмотрим еще один сюжет. Сейчас почти каждый день везде в разных частях города проходят субботники. Я думаю, неплохо будет еще раз посмотреть, как прошел один из них. Чистый четверг. Так назвали этот день железнодорожники. Остаться в стороне они просто не могли. Уборка проходила на улице Аксакова, прямо возле Дорожной клинической больницы, где сотрудники постоянно проходят профилактические осмотры и лечения. К уборке присоединились и студенты железнодорожного техникума. Стал с утра, подумал, хорошо на свежем воздухе поработать. Правда, погодка подвела маленько. А так, в принципе, достаточно хорошее настроение. А вот погода как раз была кстати. Небольшой дождь внес в свою лепту и немного подтопил оставшийся снег. С начала апреля в железнодорожном районе прошло уже несколько субботников. К уборке территории подключились жители района, а также трудовые коллективы предприятий. Для нас это работа повседневная, для нас это работа традиционная. Конечно, мы жителей приглашаем на все наши субботники, не только на субботники, когда есть свободное время, чтобы люди вышли и помогли нам убраться в их же дворах. Люди с огромным удовольствием откликаются. И я очень надеюсь, что у нас к 1 мая весь район будет идеально чистым. Не откликнуться мы не можем, поскольку все знают историю. Традиция субботников и месячников по уборке, по благоустройству территорий пошла от железнодорожников еще с 1917 года. Эту традицию мы никогда не останавливали, не оставляли. На генеральную уборку железнодорожники выйдут и 18 апреля, в день общегородского субботника. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Это Городес. Сегодня у нас в студии Алексей Сатунин, член молодежной избирательной комиссии Самарской области и Карина Ергунева, член общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе. 202-11-22. Это телефон нашей студии. Мы работаем в прямом эфире. Алексей, молодежь город убирает. Как ваш молодежный избирком присоединился ли уже к этому общему делу? Ну, хотелось бы отметить, когда мы, как только мы образовались, мы сразу же пошли в дело во всех направлениях и, конечно же, в данном направлении, в акциях, в уборке города. Как вчера, например, проходила уборка в молодежном парке культуры отдыха, в молодежном парке на Севастопольской. Там были представители разных вузов, движения КВН, молодая гвардия. Ну и непосредственно мы, в молодежной избирательной комиссии, приняли там участие. Как и все. Корабли лопаты в руки и вперед убирать. Сколько непосредственно человек ваш избирком включает в себя? У нас 20 членов. Вот все 20 вышли на субботник, либо к вам еще кто-то присоединился? Непосредственно члены были все, но и также каждый член нашей комиссии имеет... Каждый член комиссии – это в первую очередь лидер. И как у любого лидера есть своя команда. Поэтому мы призывали людей, каждый кого-то из своей команды, своих активистов, своих ребят. То есть помимо нашей комиссии были наши коллеги, которые от нашего лица помогали убирать общими усилиями парк. Для того, чтобы люди пришли на выборы, используются различные развлекательные, скажем так, мероприятия. Организуется буфет, где вкусная еда какая-то, продаются концерты и так далее. Как вы мотивируете своих сверстников для того, чтобы они пришли на субботник? Можно я ее расскажу? Конечно. Вот эта акция, которая проводилась вчера, которая называется «Чистый город». Туда пришли студенты и многие организации. И также было, как сказали, уже движение КВН «Самара». Они выступали в роли ведущих. И это, следовательно, шутки. Это и веселое, и приятное настроение. И была также музыка. А под музыку, думаю, всем приятно убираться. Также был организован кофе-брейк. Это после трудового дня. Все могли подойти и поесть, и выпить чашечку чая. Вот. Вообще, это здорово. Не, ну, конечно, да. Молодежь любит и поесть, и попить, и особенно шутки пошутить. И также проводятся порой конкурсы. Например, так же, как «Веселые старты», или же конкурсы от какого-нибудь организатора, чтобы получить, например, ценный приз. То есть, в целом атмосфера. Почему люди туда идут? Созданная атмосфера там. Также организации, которые вот работают, они получают и дипломы, и вот памятные призы. А как вы думаете, а если бы вот ничего этого не было организовано? Просто объявлен субботник. Придут люди. Ну, знаю. Ну, это вообще, конечно, понятное дело, зависит от людей. Правильно, Карина? Да, но я считаю то, что вот апрель, май, это как бы уже из года в год стандартная ситуация, то, что все должны выходить и убирать свой город, чтобы держать город в чистоте, убирать место там, где мы живем. А вот то, что вот мы добавляем, то, что вот развлекательные программы, это не то, что стимул, это бонус. Во всяком случае, кроме пользы, никакого вреда. Ну, у нас просто сейчас вообще очень же активно развивается молодежь. Если даже был просто объявлен субботник, и вот нисколько не усомнюсь в своих словах, они бы пошли, студенты бы пошли. Хорошо. В ближайшую субботу, давайте уже будем закругляться, наверное, о субботнике. В ближайшую субботу нас ожидает большое, скажем так, уборочное мероприятие, общегородское. Готовитесь ли вы к нему? Ну, сколько планируется людей, какие участки будут вами убираться? Ну, от нас, как на вчерашнем мероприятии, от молодежи избирательной комиссии будет непосредственно полный состав комиссии. И наши коллеги, да. И наши коллеги, которых мы позовем. А уже, наверное, какие участки будут распределены на месте? Ну, у нас уже распределен участок, и мы берем и студентов привлекаем, чтобы они пошли с нами. А так мы будем взаимодействовать с детьми из приюта, так и обгораживать будем их территорию. А вы с ними вместе намереваетесь работать? Да. А не просто, чтобы они посмотрели, как вы облагораживаете их территорию. Нет, все вместе. Знаете, какая мысль приходит, раз мы в завершение подходим к теме о субботниках? Как бы, а зачем они вообще нужны? Мне вот многие подходят, студенты ко мне спрашивают, Алексей, зачем нам субботника? Вот зачем вот эти, бывают такие случаи. Мне кажется, вот именно сейчас очень важно делать акцент на воспитании молодежи, на патриотическое воспитание молодежи, на трудовое воспитание, на воспитание молодежи. А с чего вот воспитание идет? Вот с таких вот мероприятий, как митинги, субботники. Вот нам очень важно сейчас заниматься воспитанием молодежи, и субботники играют непосредственную роль в этом. Ну, а почему нет? В любом случае, объединяющие мероприятия. Алексей, вы нам обещали поведать планы молодежного избиркома на ближайшее будущее. Промелькнуло у меня такие слова. В ближайшее время, что у нас, с 300 апреля в 2 часа совместно с общественным молодежным парламентом при губернанской думе, в губернанской думе состоится круглый стол, электоральная активность молодежи, под такой гидой, под таким названием. Который может прийти каждый желающий. Да, 2 часа, то есть, еще раз, мы говорим зрителям, 2 часа в губернанской думе. А кого вы приглашаете сейчас? Зрители-то нас слышат, ну а вообще? Ну, как и говорим, скорее всего, всех желающих, то есть, может туда прийти. То есть, если вся молодежь города придет, вы будете только рады. Мы найдем место. Мы будем рады всем, да, мы найдем место. Потом, сейчас, в данное время, идет у нас набор в 2 школы. Это же как раз, кстати, совместно с избирательной комиссией на морской области проводятся эти 2 проекта. Первая – это школа молодого кандидата. Кратенько о ней. Там все желающие могут ознакомиться с избирательным правом уже непосредственно. Какие документы нужно готовить, чего, куда нести, как действовать. И даже в процессе предвыборной гонки, то есть, если уже человек начал принимать участие, он может получить консультацию с помощью вот этой школы молодого кандидата. Это раз. А вторая – у нас школа члена участковой избирательной комиссии. Там также знакомят непосредственно с избирательным правом, именно с работой участковых избирательных комиссиях. В завершении проходят тестирование, и если человек успешно проходит обучение, он сможет войти в кадровый резерв участковой избирательной комиссии. И в дальнейшем, если он захочет работать, там-то у него, естественно, больше шансов у человека, который прошел данную школу. А вы рассчитываете, что эти школы наполнятся желающими? Они наполняются. Я вам даже скажу больше. Они наполняются полным ходом. Это радует. Хорошо. Ну и все-таки было бы странно, если бы мы с вами не упомянули вообще ни в каком виде предстоящий просто огромный для каждого, наверное, человека нашей страны праздник, День Победы. Каков будет ваш вклад? Карин, сейчас наверняка уже идет какая-то подготовка. И уже давно, по идее, должна идти. Да, это круглая дата. 70 лет Победы. Будет масса акций, которые привлекаются молодежь и взрослые люди, и много желающих поучаствовать в данных акциях. Например, акция, как называется, «Гердская ленточка». Молодежь выходит, и мы раздаем эти ленточки. Также пройдет акция, если честно, я не помню, как она называется, но она будет ассоциируется на том, что, например, школьник или студент сможет рассказать о своем прадедушке, взять его фотографию или что-нибудь, что о нем упоминалось, и пройтись по городу. Это будет как бы, как это назвать, не митинг, наверное, а какое-то движение, чтобы напомнить людям то, что мы помним. И мы гордимся тех людей, которые воевали и которые вот привел наш город к сейчас, к настоящему времени. Да, все у себя готовятся. Так же, кстати, и как и молодежность. Это будет прензиозно. Все готовятся. Но многие вещи пока еще держатся в секрете. Вот я вам скажу. Некоторые ли от акций, некоторые, что нас ждет, а что непосредственно нас ждет уже в мае, вот это точно в секрете. Но мы все платформы готовимся. Ну, хорошо, не буду просить вас раскрывать секреты, но надеюсь, что все-таки все эти акции главным образом будут адресованы тем немногим, наверное, ветеранам, которые еще остались сегодня в живых. Адресованы, реализованы и найдут отклик, думаю, среди всех. Потому что не так уж часто, наверное, мы их вспоминаем. Ну, будем потихоньку завершать наш сегодняшний эфир. Несмотря на то, что тему субботников мы с вами закрыли, как договорились, да? Но, тем не менее, вот пришло несколько писем от наших зрителей, которые предлагают вам места в городе, которые совершенно не убирались, видимо, еще и не планируются. Я вам обязательно передам эти адреса, вдруг вы найдете возможность. Берем грабли и отправляемся. Да, это главное. Ну, что ж, все-таки чистота внешняя начинается с чистоты внутренней. И если мы думаем, что подростки, например, виноваты в том, что в подъезде грязь, то откуда берутся плохие дети, если родители все хорошие, правда же? Сейчас многие говорят об упадке духовности, а нужно просто-напросто объединиться ради благих целей. Увидимся в городе АЭС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова